Девушки отдыхают Девушки отдыхают На победной для себя дистанции Граничко еще и установил мировой рекорд, проплыв 100 метров брасом за 1 минуту 25,13 секунды. На Паралимпийских играх в Токио Севастополец добился высшего достижения в жизни каждого спортсмена. А еще на дистанции 200 метров комплексным плаванием Андрей Граничко взял серебро. Но сразу в Севастополь триумфатора не отпустили. В Москве его наградил орденом дружбы президент страны Владимир Путин. Спасибо всем, ребята! Спасибо за поддержку! Спустя несколько дней после триумфа плавец вместе со своим тренером Ириной Мащенко вернулись в родной город Героя. В Симферопольском аэропорту встреча спортивного героя была по-настоящему теплой. Выступала на Паралимпиаде еще одна севастопольская спортсменка Ольга Долгова. Медали в паралимпийском виде спорта больше завоевать ей не получилось. Но для Ольги и для ее тренера Анны Мельниковой это все равно был бесценный опыт. Замечательная обстановка. Я первый раз оказалась в Олимпийской деревне. Абсолютно так все доброжелательно, так все весело и так все слаженно работало. Никаких задержек с автобусами, ничего не было. Организация была замечательная. И наш паралимпийский комитет организовал нам все хорошо. С нашими паралимпийцами и их тренерами встретился и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. За высокие спортивные достижения глава города наградил Ольгу Долгову и ее наставника Анну Мельникову почетной грамотой правительства Севастополя Андрея Граничку и его тренера Ирину Мащенко знаком отличия за заслуги перед Севастополем. Конечно, я был очень рад, что работа была проделана не зря. И не только не зря, но еще и, так скажем, лучшее, что могло быть, это золото. И это золото есть. А на Олимпийские игры туда же, в столицу Японии, за месяц до Ольги Долговой поехала ее однофамилица Анастасия. Для нее это тоже стало первым участием на самых главных соревнованиях в жизни каждого атлета. Спортсменка выступала в гребле на байдарках в составе женской четверки. Наша команда вылетела в четвертьфинале, но зато спустя всего месяц небольшим наша байдарочница стала чемпионкой мира. Золото севастопольская спортсменка завоевала в Копенгагене в паре с Кристиной Ковнер на дистанции 200 метров для байдарок-дбоек. Из Олимпийского и Паралимпийского Токио переносимся в Крым. Наша главная городская команда ФК Севастополя вновь стала чемпионом Крымской премьер-лиги. Уже в третий раз после этого успеха клуб стал самым титулованным на полуострове. Победу в турнире моряки завоевали очень уверенно, обеспечили себе золото еще за пять туров до финиша чемпионата. А в последнем матче сезона ФК Севастополь при родных трибунах в красивом бразильском стиле победил Бахчисарайский Кызалташ со счетом 4-2. А губернатор Севастополя Михаил Развожаев с огромным удовольствием вручил победителям золотые медали. Дорогие друзья, я прошу вас не молчать на трибуну. И чемпионский кубок. Сегодня потрясающее настроение, потому что, во-первых, выиграли в последней заключительной игре чемпионата, хотя уже досрочно стали чемпионами, но все равно до последнего боролись, показали красивую игру, порадовали болельщиков-севастопольцев. Это первое. Второе, конечно, приятно получить кубок. В очередной раз Севастополь показал, что сильнейшая команда на полуострове. У клуба все впереди. Будем дальше помогать развивать материально-техническую базу, чтобы наши игроки чувствовали себя достойно. Мы постарались показать вам только самые важные события в спортивной жизни Севастополя. Победа успехов у севастопольских спортсменов в 2021-м на самом деле была намного больше. И надеемся, что в новом году этот список расширится значительно. Будут строиться новые спортивные объекты, чтобы рекорды и достижения севастопольских атлетов становились еще более громкими и запоминающимися. Святослав Данилов. Новости Севастополя.